Салют всем зрителям канала Ювель Тригон 350L и с вами его ведущий Джай. Продолжаю, друзья, серию своих обзорных роликов о перезапуске моего аквариума на 350 литров. И сегодня у меня по календарю 2 декабря 2018 года, воскресенье. Я решил приехать вот в этот питомник под названием Дискус 1, который, как вы видите, находится в районе Южная Бутова Москвы за МКАДом. Сегодня у меня цель простая. Я хочу купить для своего аквариума несколько дискусов подростков. Примерно 6 месяцев. Как получится. И в этом питомнике я никогда ранее не был, рыбу не покупал. Поэтому для меня это путешествие сюда тоже впервые. Ну что ж, идемте сюда. И первое, что мы видим, это вот такие красавцы, дискуссы, дискуссы Суперред. Указана дата 25.05.2018 года. Судя по всему, это либо дата Нереста, либо дата Выклева Мальков. И вот такие вот красавцы получены в данной дискуссоразводне. Кстати говоря, неизвестно о том, что это старинная, в общем-то, дискуссовая разводня в Москве. И на сайте указано, что она, в общем-то, образована еще с начала 2000-х годов. По-моему, 2004 год где-то в этот период. Поэтому вдвойне интересно посмотреть, что здесь и как все устроено. И какие тут есть экземпляры дискуссов. Ну вот мы видим с вами надписи, разводчик оставляет, что кто был скрещен. Суперред, не пугайтесь, если вы видите название каких-то политических деятелей. Например, Горбачев или там Обама. Это просто-напросто название производителя. То есть вот дискусс, который непосредственно стоял на нересте, от которого получены эти сначала мальки и, соответственно, подростки уже. Вот и разводчик решил так для идентификации их называть именами политических деятелей. Ну, почему бы и нет. Судя по всему, Горбачев достаточно плодовитый в данной разводне товарищ. Ну вот мы видим разные варианты дискуссов. Если я не ошибаюсь, похоже на туркисов. Вот. И, кстати говоря, в конце это у нас рыбки. Вы видите, святая святых. Нерестовики стоят производители на нересте. А это непосредственно также вот такой инкубатор, ну, скажем так, ясли, где вот, собственно говоря, смальки и вот подростки двух-трехмесячные питаются. Ну вот, корм похож на артемию. Да, мы видим, рыбки вполне активно его едят. А здесь мы с вами видим совсем мальков в сеточке. Ну и вот посмотрите, какие красавцы вырастают в этой разводне. Очень-очень красивая форма. Ну, змеиные, я так понимаю. Снэйк скин. Вот. Очень красивые. Ну, вот эти похожи на редмелонов. Красные дыни. Да. Да, это они. Вот. Вот леопардовые дискуссы. И вот как объяснил мне хозяин разводни Кирилл, есть два типа по генетике. Да, то есть есть леопардовые дискуссы 14-полосовые, то есть 14 стрессовых полосок у них, да, и 9-полосовые. Вот вы видите, вот я показываю на 14-полосовые, а рядышком 9-полосовые. Видите, четко есть отличие. Слева 14, справа 9. И те, и те леопардовые. Ну, только 14-полосых принято называть змеей, ну, то есть змеиной кожей, да, змеиная. Леопард, снэйк скин. А 9-полосыми просто леопардовые. Вот. Мне они очень понравились. И вы видите, что некоторые дискуссы участвовали в конкурсах, есть даже, занимали призовые места. Если я не ошибаюсь, это достаточно известное дискус-шоу, которое проходит в Германии. Ну, ранее проходило. Ну, вот вы видим Горбачев у нас здесь. Опять мы видим от него потомство. Везде стоят даты нереста, либо выклевы мальков. Вот редмелоны плавают, целый аквариум. Ну, вот суперреды. Возможно, тут и мальбора есть. Очень-очень красивые рыбки. Есть вот дымчатые такие, похожие на... White Diamond. Вот явно Blue Diamond. Да, вот White Diamond. Светленькие, хотя здесь камера передает их как персиковые. Вообще они белого цвета White Diamond классические. Ну, я думаю, это просто камера так передает. А рядом Blue Diamond, видите? И вот видите, что смешение Туркиса с мозаиком-вельветом. Какой-то еще вариант. Интересно. Вот такая дискуссоразводня. Насколько я знаю, если я не ошибаюсь, 35 тонн. И вот мы видим приз за второе место в дискусс-шоу. За, насколько я знаю, леопардового дискусса получила эта разводня. Ну что ж, друзья. Я вернулся из этой разводни в свой дом. И вот показываю, что мне понадобится для адаптации приобретенных мною дискуссов. Каких дискуссов я покажу вам дальше. Значит, портативная батарейка. Это портативный компрессор на батарейках. Далее ножницы для разрезания пакета. Далее MelaFix, чтобы немножко полечить дискуссов от каких-то травм при транспортировке. И, собственно говоря, термометр. И вот показываю, что я выключил верхний свет. Потому что я привык адаптировать дискуссов в такой достаточно темноте. Вот поэтому выключаю свет. И, собственно говоря, провожу эту процедуру. Не обижайтесь. Немножко качество... Да немножко прилично качество видео ухудшится и ухудшилось. Но что делать? Все-таки вот я как-то привык уже по этой методике. Много раз проводил. Интересная надпись на пакете с газетой. Въезжаем. Видите, как символично совпало. Вот. Ну, я привык проводить вот такие танцы с будмами. На самом деле, в действительности, каждый дискуссовод у него своя методика адаптации рыбок. Вот. Ну, мы много раз с вами видели на ютубе и везде, что, в общем-то, дискуссов особо с ними не церемонятся. Дискуссов берут в руки, кладут в воду, там, не заморачиваются с температурой и так далее. Потому что дискусс рыба крупная и, честно говоря, так грубо выражаясь, трудноубиваемая. Вот. Но я вот как-то уже по традиции, у меня есть определенный алгоритм адаптации дискуссов. Я делаю вот таким образом. Кстати говоря, конкретно мои правила адаптации дискуссов я подробно изложу в конце роликов. И каждый сможет их почитать, посмотреть для себя, нажав на паузу, соответственно. Ну, что ж, подключаю вот этот портативный компрессор китайский на батарейках. Мне вполне его хватит на время адаптации. Вы видели, что я перелил четырех подростков дискуссов. В итоге я приобрел ровно четыре. Каких конкретно по ходу ролика буду рассказывать. И что я, собственно говоря, делаю. Я каждые пять-семь минут подливаю из своего аквариума с дискуссами примерно 150 миллилитров воды. Вот в эту емкость, которая в реальности используется для хранения стирального порошка. Вот. Ну, у меня она просто пустая. А вот на ней написано, что она для хранения стирального порошка. Кстати говоря, очень удобная емкость. Продаются в дешевых магазинах типа FixPrice. Очень выгодно. Что хочу сказать, что я, помимо того, что буду выравнивать температуру путем добавления воды из аквариума, да. Потому что все-таки зима. Естественно, водичка у меня здесь в пакете прохладненькая. В аквариуме она у меня плюс 29. Также еще добавляю MelaFix препарат. Вот вы видите, я набрал пипеткой. Вы знаете, что объем MelaFix стандартный. Всегда производители рекомендуют 5 миллилитров на 38 литров. На вот этот объем, здесь примерно, не знаю, 3 литра может быть, может быть чуть больше. Я добавляю, соответственно, в пропорции высчитываю примерно 15 капель MelaFix, то есть меньше миллилитра. За расчет того, что в одном миллилитре 20 капель. И примерно экспозиция у меня 20 минут, полчаса, может 40 минут. Ну, то есть весь процесс пока я адаптирую рыбок. Кладу термометр и смотрю. И следующим этапом, вот конкретно моей системы адаптации, я что делаю? Я непосредственно также выключаю свет непосредственно в зоне своего основного аквариума. И вот вы видите, я выставляю вот эту емкость с дискуссами подростками, с новыми дискуссами, напротив основного своего видового аквариума. Почему я это делаю? Я давно заметил, что когда рыбки их ставят к другим рыбам, то они через стекло, они сразу как бы успокаиваются. Они менее стрессуют. Это вот просто мое наблюдение. Хотите верьте, хотите нет. Но я вот это уже заметил и постоянно использую это. То есть буквально на 5-10 минут я выставляю вот эту емкость с рыбами перед аквариумом. Напротив, чтобы рыбы друг друга видели из емкости с новыми дискуссами, соответственно смотрели на основных рыбок, которые плавают в моем аквариуме. Ну что ж, я взял сачок и в общем вы видите, стандартным способом я перевожу рыб из этой емкости, всех четырех подростков перевожу в основной аквариум. Я стараюсь их не выкидывать оттуда сачком, жду, когда они сами оттуда поплывут. Потому что все-таки рыбки, понятное дело, в любом случае стрессуют. Поэтому я не спеша дожидаюсь, когда они сами выплывут из сачка. То есть не подгоняя их. Это как бы мои фишки, мои танцы с бубнами. У каждого дискуссовода, я повторяю, свои какие-то фенечки. Ну вот как бы я именно по такой методике действую. Уменьшаю свет для меня, за минимизацией света стресса. Выставляю рыбок на обозрение и плавно так перевожу. Ну что ж, сейчас включится свет и мы посмотрим, что же за дискуссов я приобрел. Но пока еще свет не включился. Вот вы видите крупным планом снизу. Это подросток, 4-месячный, самый крупный дискусс Суперред. Ну будем его называть Суперкрасный, по-русски. Рыбки, как вы видите, держатся на переднем плане после выпуска. Это хороший знак. Потому что хуже было бы, если бы они спрятались куда-нибудь в конец аквариума, за корягу. Вообще хочу сказать, что подростки дискуссов, они более стрессоустойчивые, чем крупные дискуссы. Поэтому, в общем, так же, как и у людей. Естественно, у детей большая адаптация к новым каким-то условиям. Они менее стрессуют. Мы это с вами видим. Держатся на переднем плане. Ну вот, надеюсь, в этом углу они будут стоять, осматривать весь аквариум. В принципе, так же, как и люди. Когда мы оказываемся в новом месте, в новом обществе, мы стараемся сесть где-нибудь в уголку и оттуда осматривать, так сказать, весь зал и людей в нем. Ну вот, я потихонечку начинаю добавлять свет в аквариуме. Еще не полностью у меня. У меня основные светильники выключены. А вот такие вот полусумеречные. Мы с вами видим, что дискуссы все четвером встали здесь и в уголку смотрят. Мне посоветовал разводчик Кирилл, непосредственно из этой дискуссоразводни, дискусс 1, сразу же их покормить. То есть покормить именно фаршем. Почему? Потому что конкретно в этой разводни он всех своих рыб, видимо, по экономическим причинам в основном, кормит фаршем собственного приготовления. У меня, естественно, свой фарш. Он на 80% состоит из морепродуктов и только на 20% состоит из говяжьего сердца. Я, соответственно, буду кормить своим фаршем. Ну вот конкретная такая рекомендация была именно в этой разводни, у этого разводчика. Сразу покормить. Скажем, в другой разводни мне разводчик говорил прям противоположные вещи. То есть первые сутки вообще категорически не кормить. Это нормально. У каждого дискуссового разводчика все-таки своя методика. И он как бы лучше знает, что нужно конкретно его рыбой. У всех своя методика. Ну что ж, я уменьшаю, дроблю этот фарш замороженный. И вот на две части. Одну покормлю общих рыбах, хотя у меня они сыты. А второе в сеточку для непосредственно подростков, которые спрятались за корягу. Естественно, на центральный план, где у меня стоит кормушка, они просто не выйдут. Ну вот я включил еще свет, добавил освещение. Ставлю кормушку для основных рыб. Ну, пока рыбы не особо на нее реагируют, потому что они сытые. И вообще время уже позднее. По-моему, в районе 11 часов вечера. И вот к малышам я стараюсь как-то подтянуть свой фарш. И, в общем-то, пока не особо получается у меня. Но что делать? Делаю как могу. Пытаюсь к ним этот фарш подвести. Заодно выгоняю их из этого уютного уголка. Ну, как мы видим, в общем-то, малыши остались достаточно индифферентны к моему фаршу. Особо его, так сказать, не едят вообще. Но посмотрим. Все-таки какие-то кусочки упали в их зону. Может быть, они и покушают его хотя бы с грунта. Итак, что мы видим с вами? Вот они стоят. Снизу стоит суперкрасный. Вот он. Вот он, видите, пытается делать первые поклевки. Несмотря на определенный испуг. Все-таки пытается что-то делать. Другие малыши вы видите. А другой оранжевый у меня такой ближе к желтому. Это red melon, то есть красная дыня по-русски, если перевести эти торговые названия видов дискуссов. С светленькими дискуссами мы разобрались. Далее. Вот этот red melon, он трехмесячный, как и остальные еще два дискуса подростка. То есть трехмесячный. А суперкрасный, он у меня четырехмесячный. Вот. Вынужден был купить трех-четырехмесячных исключительно по причине дороговизны. Раньше я всегда покупал полугодовых подростков дискуссов. Но сейчас цены здорово поднялись. А вот в этой дискуссовой разводне цены совсем высокие. По сути, по цене импортных дискуссов. Это, конечно, для меня было неожиданностью. Но что делать? Данная разводня позиционирует себя как лучшая разводня на сегодняшний день в Москве. И надеюсь, что их дискуссы будут действительно великолепны. Поэтому, как говорится, лучше заплатить подороже, но быть уверенными, что все в порядке. Ну что ж, у меня наступил следующий день. Это утро сейчас у меня. И я решил стандартно, по утрам я чередую свежий корм для всех своих рыбок в аквариуме. В данном случае сегодня я буду кормить каретрой. То есть это у меня 3 декабря, утро следующего дня. И я добавляю каретру. Промываю ее и далее добавляю в аквариум. Ну, вы видите, на каретру реакция совсем другая. Рыбки проголодали за ночь, прекрасно ее едят. Активность хорошая рыб. Вот, каретру все любят, с удовольствием едят абсолютно вся группа рыб в моем аквариуме. Ну вот, поснимаю малышей. Вы видите, что Red Melon здесь. И вот два леопардовых дискуссов. Один 14-полосый, другой 9-полосый. Вот, ну вот они делают первые поклевки. Я очень рад. Первые поклевки каретрой. А на заднем плане вот сейчас я снимаю суперкрасного. Вот он суперкрасный, суперред. Тоже клюет каретру. Вот, и тут такой нюанс. Следующее мое кормление, кормление Артемий. А в этой разводни я разговаривал с разводчиком Кириговым. Я задал много полезных и нужных вопросов. Но вот, к сожалению, не узнал его схему кормления. Кроме одной информации, что он все время кормит фаршем. И вот, к сожалению, я на эту фразу, видимо, как-то плохо акцентировал свое внимание. Поэтому я спокойным сердцем продолжаю кормить рыб разными видами свежего корма. Ну, вот, в частности, сейчас кормлю Артемий. Так прошло 3 дня такой идиллии. А потом случилось вот это. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 воздух под корягой в чем проблема была что именно сухой корм он внутри не если он не замочен он внутри распирает желудок желудок давит на плавательный пузырь и в результате рыбка тинает теряет координацию и вот я стал вспоминать когда же это было и увидел слава богу все это время часто вел записи видео и я вспомнил что вот накануне в 17 часов у меня действительно сработала моя автоматическая кормушка то есть это 5 декабря за день и где она у меня стандартно заряжена кормом тетра дискус в общем-то известным среди всех дисководов кормом наиболее популярным по цене и качеству прекрасный корм и видимо вот красный супер-ред его активно покушал и что-то стало происходить в его кишечнике то есть этот корм судя по всему начал набирать там естественно влагу и понятно в воде и он распирал за увеличивался в объемах так не объяснил кирилл я никогда ранее этого не слышал не сталкивался потому что всегда покупал дискуссов которые уже были разводчиками адаптированы под питание и корм сухим кормом и кормление сухим кормом но вот мы видим да как раз супер-ред ест этот сухой корм остальные рыбки на него смотрят достаточно индифферентно они еще малыши им я напомню всего лишь три месяца супер красному же 4 он из всех так сказать здесь рыбок из всех подростков он самый главный едок вот и как пояснил мне кирилл в этом случае корма в желудке расширяется и в общем то может вплоть до того что еще же он смешивается с сырым кормом в результате образуются газы и эти газы очень сильно давят на стенки кишечника кишечник давит на плавательный пузырь и соответственно вот я еще продолжаю показывать вам этот момент когда сработала кормушка в общем-то рыбки едят и и я так понимаю не только супер красный ел но проблема произошла именно вот с ним супер красным то есть сочетание сухого корма который предварительно был не не замочен хотя бы на пять минут и плюс свежий корм типа каретры артемий могут образовывать такую взрывоопасную смесь как бы которая уже для желудка для кишечника рыбы очень опасно то есть образуется газы могут закрыться отверстия чтобы эти газы могли выйти естественным образом и рыбка по сути начинает быть таким вот воздушным шариком да она не может нормально плавать и вот накануне я также снял эпизод буквально увидите 11 часов вечера 5 декабря у меня супер красный активно ест вот эти таблетки для самов они тоже сухой корм и они естественно не замочен потому что честно говоря за четыре года я вообще ни разу не замочил корм такой нужды я повторяю меня не было все мои подростки дискусс и мы были уже адаптированы под сухой корм и вот к сожалению в данной разводне я на этот момент не обратил внимание действовал автоматически я решил тогда провести эксперимент взял свой стандартный корм тетрадискус ну вот мы видим да он гранулированный прекрасный кормлю все дискуссоводы подтвердят что это один из лучших кормов для дискуссов питательный в нем много полезных элементов витамины и все там в нем есть и вот я вы видите я взял две специально стандартные гранулы одинакового размера и решил положить их рядом со шкалой линейки для того чтобы мы с вами увидели что они одинаковые ну вот сейчас я крупным планом на виду и давайте проведем такой эксперимент так вот снимаю крупным планом показываю что примерно каждая гранула где-то 2 миллиметра в длину и примерно там полтора наверно миллиметра в высоту ну или один миллиметр высоту как вот кому больше нравится то что они одинаковые принципиальный момент да по длине и высоте ширине и вот я на одну гранулу накапал воды обычной воды из-под крана и оставляю в таком виде обе гранулы на 5 минут для того чтобы одна из гранул напиталась водой и что мы видим посмотрите прошло 5 минут и одна из гранул действительно посмотрите она увеличилась пропорции ровно в два раза то есть она и в длину увеличилась примерно 4 3 с половиной 4 миллиметра и по высоте увеличилась да и в ширину то есть посмотрите что произошло с гранулами и вот представьте в желудке рыбки точно так же она хватает по объему вот такому гранулу да соответственно думать что у нее еще большой запас в желудке но естественно не знают что эти гранулы будут у нее в кишечнике разбухать и посмотрите они разбухают в два раза то есть представьте если рыбка плотно поела то потом еще в два раза у нее увеличивается кишечник а при сочетании с со свежим кормом соответственно могут образовываться газы и еще больше ситуация ухудшается вплоть до таких запоров могут произойти и вот вы видите мне казалось что уже ничем нельзя помочь и рыбки ситуация близка к летальной но рыба то слава богу этот подросток так не решил он решил продолжать бороться за свою жизнь то есть он пока был наверху пока он заглатывал воздух влежал такой казалось бы в предсмертной агонии он набрался сил и опять начал бороться ты что он делает он как бы за счет вот движениями мышц он пытается у себя в желудке этот корм как бы ускоренно переварить которую у него в желудке находится вот смешение сухого корма который у нее есть у него сейчас разбух там активно плюс возможно свежий корм газа образовались за счет вот этой борьбы за счет этих активных движений он старается эти газики и себя вытолкнуть этот корм постараться ускоренно перебороть и в общем действует по логике абсолютно правильно да то есть понятно что если мы двигаемся если тело двигается даем большую механическую нагрузку то естественно все метаболизм ускоряется у рыбки до у него желудок также начинает активнее работать вот рыба борется старается как-то справиться с этой проблемой которая возникла у нее в кишечнике остальные рыбы вы видите два леопардовых и red melon то есть красная дыня с ними все в порядке кризис происходит только супер красным зрелище конечно не для слабонервных но я посчитал очень важным это конечно огромная трудность для меня неприятность но как говорят китайцев в каждой и каждая трудность в себе содержит зерно равноценной или большей удачи и в данном случае я удачу вижу в том что я могу это донести до вас эту информацию и вы сможете избежать этой ошибки ну и вот друзья наступил радостный момент 6 декабря 18 года 16 часов 40 минут и спустя 8 часов мой супер красный дискус снова стал на ребро кризис полностью миновал слава богу данный кризис прошел рыбка вновь встала на ребро и как вы видите активно принялась за поиски еды я очень рад этому факту у меня конечно от сердца отлегло у жены отлегло от сердца в общем здорово как хорошо что тогда все хорошо что хорошо кончается но история весьма получительная уверен что будет полезно для всех зрителей моего канала очень надеюсь что вы посмотреть это видео естественно эту ошибку избежите ну и для тех кому интересно я далее вывожу правила адаптации дискуссов которые конкретно я применяю вообще хочу сказать что наш рынок пока недостаточно цивилизован к сожалению ни один разводчик ни один ни в одном питомнике не выдается покупателям памятка для по адаптации конкретно их дискуссов это конечно большая ошибка вот если бы у меня была своя разводе я естественно своим покупателям такую памятку выдавал бы ну вот мы с вами видим 23 часа с дискуссом супер красным все в порядке и теперь самое время мне заняться следующим большим важным этапом прокачать простимулировать рост моих растений собственно и об этом будет надеюсь следующая часть ну что ж я вам с вами отклоняюсь всем пока пока и удачи